Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых свежих, актуальных и реальных народных новостях. Белорусское импортозамещение выглядит примерно вот так. Белорусское молоко в китайской упаковке. Скоро будет в ближайшее время всё китайское. Хотя Лукашенко рассказывает о том, что в Беларуси очень много белорусского. Диктатор рассказывает о том, что он потерял с Европой товарооборота на 15 миллиардов. Первое, это, конечно, товарооборот. Вот эти 15 миллиардов долларов нашего экспорта, которые шли в страны Европейского Союза и на Украину, мы должны переориентировать на восток. Россия отводится, естественно, ключевое место. Планы правительства это 4-5 миллиардов. Президент сказал, что он оценивает 6-8 миллиардов. Вот из этой цифры должно быть переориентировано на российский рынок. Раньше этого сделать было нельзя. Или не нужно. Или как это работает. То есть, если говорить объективно, то он даже в этом интервью говорит о том, что 5-6 миллиардов они смогут перекрыть. А остальные 9. Именно поэтому на белорусских полках магазинов будет всё меньше товаров. А если они и будут, то будут выглядеть примерно так. Ну, знаете, как в кефире молоко, в сметане кефир, ну, и так далее. Ему, конечно, подготовили справку, кто такой крутой. А самое главное, что уже даже по БТ рассказывают о том, что заместители Лукашенко набирают из-за границы. Так сказать, он хорошо понимает, что так в стране его ненавидят, что никто работать на него не будет. Это, конечно, сарказм, но набирать из-за границы чиновников высшего ранга, это уже совсем прискорбно. Ну, или у него никто об этом не спрашивал. Путин назначил, Лукашенко принял. Гаутляйтер. Действительно, профессиональная биография нового замглавы администрации заслуживает уважения. Достойного преемника нашли за границей. В корпусе внешнеполитического ведомства Максим Ермолович, дипломат в экономике, а теперь ещё и экономист в дипломатии. Кости цыплёнка в собственном соку. Такие товары предлагают закупать белорусскому народу втридорога. Вот столько костей в этой... Я не знаю, что это. Я в прямом смысле слова не могу никак охарактеризовать данный продукт. И это для Беларуси норма. Дело в том, что Лукашенко не смотрит на то, что продают белорусам. А если появляется блогер, который снимает видео о том, что происходит в Беларуси, его садят в тюрьму. Вот так устроена система лукашенковского бандестага. Всё против народа. Ну и понюхавший, что такое Запад. На Авито стали продавать медали за освобождение Мариуполя. Стоят они от 500 до 1000 деревянных рублей. И у меня два вопроса. Вопрос номер один. Кто купит? Кто хочет потом отвечать за эту медаль? И вопрос номер два. Почему её продают? Напишите своё мнение в комментариях. Минск, Юго-Запад. Чудо-инженерная мысль. Это, так сказать, и турник для детей, и место, где можно выбивать ковёр. В Беларуси в химчистку свозить ковёр, знаете, дело такое дорогое. При заработной плате в 300-500 рублей за 100 рублей не свозишь ковёр в химчистку. Зато очень удобно будет его повесить вот на этом чудо-инженерной мысли, как написал наш читатель. Из прекрасной страны Лукашенко делает клоаку. Страшную клоаку. И у меня есть новость. Очень грустная, но лицемерная новость. Лукашенковские прихвостни заблокировали в Беларуси сайт для помощи политическим заключённым. Детям политических заключённых. Я вам несколько раз рассказывал о том, что сейчас идёт сбор для детей политических заключённых. И мрази Лукашенковского Бандестага заблокировали этот ресурс. Лицемеры и мрази, которым нет прощения. Но ВПН решает все эти вопросы. Пускай дальше тужатся. Смотри, может и обосрутся. Читатель из Беларуси прислал нам очень любопытное видео. Любопытное и прекрасное. Как оказалось, в Беларуси появилась нефть. И льётся она прямо из крана. В Минске прорубили скважину с нефтью. Она вот у нас сейчас... Крана течёт вот. Или это кофе? Не знаю, сами решайте. Самое интересное, это то, что люди вынуждены будут платить за эту воду, в которой нельзя не помыться, не приготовить еду. А платить заставят. А не оплатишь, пенюны считают. А потом ещё и квартиру заблокируют. Белорусским детям предлагают посетить белорусские лагеря. Так сказать, придите, дети, и отдохните. А расписание вам расскажут на БТ. Подъём в 7 утра, зарядка, завтрак. После изучения военных дисциплин на практике. Обед и экскурсии по исторически значимым местам. В таком ритме будут жить воспитанники военно-патриотического лагеря. Доблесть почти две недели. Всё, что нужно знать о белорусских лагерях. Вот прям название прекрасное. Лагеря. Как в Советском Союзе строили лагеря для зэков, так теперь в Беларуси строят лагеря. Строят. Старые. Запускают. Только уж для детей. Беларусь превращается в страну секонд-хенд. В Беларуси за последние годы количество магазинов секонд-хенд увеличилось вдвое. Если вы внимательно посмотрите на транспорт, который ездит по нашей стране и по тому, что строят в Беларуси. Ну, я сейчас говорю про не стройку, а про ремонт. То реально получается страна секонд-хенд. Пользуемся бэушными машинами, покупаем бэушную одежду, кушаем второсортные продукты. И всё это вина не белорусского народа. Трудолюбивого белорусского народа. А вина недоумков, которые стоят у власти. Вы откройте карту, карту Европы. И посмотрите, какая большая наша страна. Ну, по сравнению с Европой. Только почему-то в Европе люди живут, а в Беларуси вынуждены в секонд-хенде одеваться. Как вы думаете, почему так? Наверное, потому что Байден виноват. В глубоком, только глубокие ямы. Там, в общем-то, положили новый асфальт, что, в общем-то, прекрасно. Только проблема в том, что после дождя новый асфальт стал опасным асфальтом. Дефицит белорусского бюджета достиг 1,9 миллиарда рублей. В общем-то, пока Лукашенко рассказывает всему белорусскому народу, что то, что он потерял в Европе, будет наверстывать в России, бюджет белорусский проседает. Сколько еще диктатор сможет продержаться? Месяц? Год? Может быть, два? Вопрос остается открытым. Все зависит только от нас. От нас с вами. Чем больше мы будем не повиноваться диктаторской хунте, тем ближе наша свобода. Тем более вероятно светлое будущее для наших с вами детей. Нельзя позволить Путину и Лукашенко уничтожить нашу страну. Подписывайтесь на канал, присылайте свои народные новости и оставайтесь с нами. Помните про политических заключенных и про сбор детям политических заключенных. Ссылка, как всегда, будет в описании. Мы обязательно соберем нужную сумму и поможем всем детям политических заключенных. Это очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это была наша постоянная рубрика Народные новости. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!